Деревья, когда падали, видите, как кедр в молодом состоянии травмировался. И вот, смотрите, какие куски. Вон, вон тот. Сейчас мы тот достанем. Кусочек. Вон, какие. И там он классный. Вот возьмём. Чистейшие. Видите? И ещё их тут много можно взять. Вот это тоже, наверное. Нет, этот уже будет с корой. Вот эту надо осторожно. Оп, фамили. Вот, вот этот забрать тоже весь. Вот так вот. О, эти кара всё равно попадает. Вот такая вот штука. Сейчас будем очищать её. Вот, ребята, все руки чёрные, но это вы учитывайте, что это не черта. Это самое, что ни на есть кедрова живица. Все руки. Вон, видите, сколько тут её было. Ох ты! Золотые потёки. Вот насобирали. Заказывайте. Буду продавать с 14 октября 2017-го. Кому нужен лечебная эта штука. Полезная она такая, что не все её достоинства не перечесть и в косметологии. И, короче, в ванны можно в ванну добавлять. И, короче, сибирская тиска проводится. Очень-очень целебная. А это вот когти лазить. Видите, как выглядят? Когти. Но они нам как бы не пригодились в этом, на этом лесе. Вот. В другом лесе пригодятся. Вот кокоть. Вот так. Обжимающая пластина. Ремень. Тут можно ватт на этот ставить. Ну, вот так выглядит он. Вот. И мешок. Смотрите, ребята, это трутовик лакированный. Тоже целебный. Как грибрейший. Там вот это надо посмотреть, от чего он полезен. Ладно, заберём его с собой. Ну и тут у нас, смотрите, какие здравые опята толстоногие. Давайте сейчас подрежем. Вот юпочка. Видите? Вот эта отличительная юпочка говорит, что это опёнок. Почему-то один кто-то съел лапёнок. Видите? Оборванный. И он, как вот с прошлыми, сравните в начале видео, он, видите, окраска у него неяркая. Вот. Давайте сейчас режем. Нож достанем. Вот трутовички. Видите, только они начинают расти. Трутовик тоже могу выслать. Грибы могу выслать транспортными компаниями. Вот ножичек под грибы у нас такой вот подрежем. Посмотрим, какие вот видите, юпочка у него в пластинке. Вот это вот уже он начал подоносить. Это спору его. Видите? Вот этот беленький. Вот это беленький, значит, ещё опёнок. Считайте. Вот видите, всё в белом. Это он спору уже дал. Вот, с чем хорошо, канцелярским ножом выдвинули, сколько вам надо, и убрали безопасную. И всё там, всё это дело подрезаем. Аккуратненько. Вот так вот. Видите? Всё ровненько и чётко у нас с вами обошлось. Вот. Даже этот состригся. Вот видите, как он? Юпочка. Юпочка на запах приятно пахнет. Давайте те достанем. Так. Грибницу ни в коем случае нельзя шатать. Если грибницу будет шатать, готовится опёнок просто. Смотрите. 10 минут отварили, воду слили. Потом 15-20 минут, и опята у вас начнут тонуть. Вот. Вот. Чем дольше варите, тем, как говорится, все вредные вещества уходят. Всё. Потом, значит, что делаете? Через мясорубку. Воду слили через мясорубку. Вот. И на 4 литра на 4 литра 4 чесноковины. Вот. Соли по вкусу. Всё это перемешать. Далее у вас получился короче, как говорится, это икра из опят. А можно сделать, когда уже перекрутили через мясорубку, чеснок и добавлять. Просто порционными разложили, порционными пакетики и убрали в морозилку. Потом достали. Также разморозили. Чесночка добавили. Вот у вас икра. Всё дело в том, что икра не может храниться долго. Её надо будет тогда запечатывать банки, чтобы она долго хранилась. И прокипяченным маслом подсолнечным заливать, прокипяченным. Чтобы они сверху не портились. А так у вас всё в морозилке будет прекрасно храниться. И в любой момент, на любой праздник, на любое торжество вы достанете пакетик с уже перекрученными опятами, с отваренными. Разморозите, добавите чесночка. Пожалуйста, вот вам икра. Либо в начинке для пирогов, либо в салат. Ну вот. Всё просто. Опеночки готовятся. А у нас это столько. Орозите пакетик, 6,4,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5. Опятки для пакетик, 6,5,6,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5. Вода в морозилке, начинка ковеченному сухиму, как можно было очень подсолнечным, не нагревать. Вода в морозилке в морозилке на Растут, заметьте, не на березе, а растут в таком лесе. Вот видите, тоже у нас получается хороший все, беленький. Вот спасибо вам, кто это у нас пехтушка или кто елка. Опяток заберем с собой и также заберем трутовик тоже. Лакированный, вот видите, трутовик это лакированный, вот так он выглядит. На березах есть простой трутовик ложный, а это лакированный трутовичок. И вот мы отсюда заметим, опята убрали, а это споры белые. То говорят, это гниль, ничего не понимают, видите, сверху был опенок и это споры опят. Можно сделать болтушку, короче, если колодец у вас сруб из березы, на березу засверлиться, лучше конечно, можно сверху вылить и у вас круглый год будут расти и опята в колодце. То есть там температура пониженная, грибы какие надо, условия у вас создаты и целое лето будет плодоносить. Можно просто прийти, вот это все остатки, которые мы обрежем, вот именно вот эти пластинки, вот тут между пластинками спора. И вылить в пень, можно, конечно, шуруповерт для нарыжей взять и засверлить, ватки промочить и туда заткнуть. И все. Значит, пенок хочет развиваться, на следующий год, как на вашем пне появились опят, а все, идете в лес, собираете опят. Короче, размножается четко, гриб паразит, это не то, что белый гриб микоризник, не будет, березы не будет белого гриба, только с корнями, будет грибниться и все, а плодов не будет, а пенок неприхотливый, любой пень, он видите, даже ел елки, хвойные деревья, он поражает. Спихта, вот спихтовое масло можно добывать, шприц берете и вот эти подсекаете, вот смотрите, сейчас оп, говорят вообще палец оторвет короче, если вот помазать вот этой штучкой, он обратно прирастает, видите, кедровая смола кедровая, пихтовая, вот опять еще один кармашек, давайте вскроем его, капельки, видите, вон сколько, это у пихтушки так добывается, пихтовая, в ванны добавляются вообще разогревающие действуют, ну просто новым человеком после такой ванны себя чувствуешь, ну также в бане можно добавлять короче, что будет для запаха, вот в бане. Ну давайте посмотрим эти кедры, тоже шишки не видно, вон тот кедр, ну эти кедры в этом году отдыхают, шишечки нету, ну вот еще, надо на веточках средствовать. Ну давайте посмотрим эти кедры, есть ли там шишка нету. Да, шишки не видно и хвоя в этом году, видите, как бы, нету шишки, нету шишечки нету. Вот такие завалы, чепузник такой, надо тут идти, пихтушка молодая, елочка красивая. На, ребята, в какое-то болото зашли, вот как тут идти, как переходить, надо будет искать, не знаю, будем выискивать шанс переправиться на ту сторону, маленько заблудились, но и все страшного. Видите, на елочке, как видите, кора образовалась, вот еловая, видите, она тоже защищает себя вот этим всем, короче, действием от короедов, чтобы до сладкого не добрались, они сразу после травмы у хвойных деревьев начинается выделяться смола. Видите, как она себя защищает, вот еловая, еловая смола. Береза является каповой, одна на пять тысяч такая береза, это порода такая берез, или береза борозавчатая. Вот видите, это и не грибы-паразиты, это как родинки у человека, вот видите, что признак. Сувиль отличается от каповой вот таким, языка по короче, ценится очень дорого. Древесина по текстуре похожа на малахит, деревянный малахит еще называют. Плотность вот этого нароста в два раза плотнее, чем плотность самой березы, не усыхает, не горит, ну и вдобавок еще красивый оттенок, делают ручки на ножа, соответственно, куксы. Их делают посуды, куксы, но ценится дорого. Были времена за 8-килограммового на рынке, за 8-килограммового на рост отдавали теленка породистого. Вот видите, вот почки у нее. Вот это отличительные особенности капа от сувиля. Сувиль, вон, вот это сувиль, эти, он одинокий. Это вот уже, как говорится, на слое болокон. А вот эта штука, их много, видите, породистая, красивая девочка. Вот я как говорил, уже шишек не видно, ни одной шишки нет. По всему надо отдыхать, у каждого свой распорядок. Вот и человеку надо, он во сне отдыхает мозг. Так же и в природе. Озеро какое! Дождик накрапывает. Так, и нам, чего вы тут посмотрели? Не видно, и вот тут надо. И, кстати, начинается. Поколение вспоминается, как из этого обе пустота. Как из делает эваку олевое будет первым! Оставим его, как из леночных количеств. И это мигridge, и все они классные. И это очень кладирование пустота, и это, не просто как видим. А вот этот елочный грибканок из-за такой, как Мотивственный грибканок из-за того, как Все это грибканок из-за того они повзоросла Леввеjust они рассудят в이트, и в комб ownoglu вы заметили космос. Железные песниän то есть астроном ميد're Nichter. Замекаете! Причественное существование под аппетит Лев and the 시�lyi in thunder и у کے длину. на это как бы не волнушка была вот в прошлом году мы вот с этого кедра сбили ремешка сейчас две шишки вижу вот там 1 2 есть но мало вот так вот у дождь вот там проходил думают подай подойду поваленная береза познакомлюсь ну и смотрите что мы получаем смотрите сколько тут опять и они все сборные эти пятки эти сборные все собираем их домой степень для освободенных подарок в день в день в день в день nós чтобы в день в день в день в день в день Вы смотрите nuoțий рекламы воскресенье enfim ok Это наступление в гадоноскопе. Смотрите, что есть черная жна. Как разновидность, что есть дёкоть. Черная-черная жна, как дёкоть. Вон, такая, как дёкоть. Смола. Вот она. Я такой как вар, как загудроненое. Видите, что вар, как загудроненное грибы. Вот такая, вот такого цвета уже, видите, ну да, пахнет смолой все, вот такая штука.